Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, о чем мне рассказывают в учебниках истории. А этот эпизод мы сделали вместе с посольством Финляндии в Москве. Прежде чем мы начнем, парочка объявлений. Во-первых, приглашаю вас на эксклюзивную разовую экскурсию по Стамбулу и окрестностям со мной, которую мы делаем вместе с клубом путешественников «Фрам». Она продлит пять дней, и туда включено все. «Истории от меня. Лучшая еда Средиземноморья и проживание». Ссылка на билеты в описании этого выпуска. Мест очень мало. Стартуем 31 октября. Во-вторых, приходите на мои лекции в Стамбуле, Батуми и Тбилиси. Я там буду рассказывать, как жили люди в Российской империи. Один день из жизни крестьянина, купца и дворянина. Как они работали, во что одевались, куда ходили в туалет, что ели, сколько на это все уходило денег. Ссылки на билеты тоже в описании. Приходите и зовите друзей. Ну и в-третьих, подписывайтесь, пожалуйста, на Патреон, Бусти, закрытый Телеграм-канал или берите платную подписку в Apple подкастах. Там есть много дополнительного контента к моим выпускам, но я понимаю, что вам, возможно, уже достаточно контента, и времени на новый просто нет. Так вот, дополнительный контент не главное. Главное — это ваша поддержка. И с ней мы можем чувствовать себя увереннее и свободнее в наше сложное время. Многие вещи без поддержки подписчиков и патронов мы в студии просто не смогли бы сделать. Так что спасибо большое тем, кто уже нас поддерживает. А для тех, кто раздумывает нам помочь, ссылки в описании. Петербург, второй половины XIX века — совершенно интернациональный город. Тут живут немцы, поляки, шведы, англичане. На улицах постоянно слышна речь на множестве языков. У магазинов разноязычные вывески. Издаются газеты на немецком, финском, польском, латышском, эстонском языках. У диаспор есть свои школы, церкви, книжные магазины, рестораны. И финская диаспора в Петербурге была третьей по численности после немецкой и польской. Это неудивительно, конечно. Коренное население этих земель были ингерманландцы. Они тут жили еще до Петра. И ингерманландские деревни вошли в состав городской черты новой столицы. А в 1870 году Петербург соединили железной дорогой с Великим княжеством. И поток финлянцев в Петербург увеличился еще больше. Они работали на заводах и фабриках, нанимались ювелирами, часовщиками и столерами. И селились в основном на Выборгской стороне. Здесь вообще десятая часть всех жителей были финны. И вот здесь, на Выборгской стороне, живет семья. Муж, матья Сёдергран, был родом из Нярпио, из Западной Финляндии. И работал механиком. Впрочем, он сам себя предпочитал назвать инженером, потому что так звучало солиднее. Сначала он работал на заводе Людвига Нобеля, который тоже находился неподалеку. Но к моменту рождения дочери нашел работу на лесопилке в Райвале. Это сейчас Рощина. Его жена Хелена работает учительницей немецкого и французского. Отец жены, Габриэль Хольмрос, по происхождению был крестьянином, но скопил состояние и владел небольшим чугунным заводиком. Поставлял комплектующие тому же Людвигу Нобелю. В семье говорили на нескольких языках. Домашним языком был шведский. С друзьями Сёдор Грана говорили на немецком и французском. На улице и в магазинах на русском, а с прислугой на финском. В 1892 году у них родилась дочь, и ее назвали Эдит. Эдит проживет совсем недолгую жизнь, но она станет одной из самых важных поэтесс, писавших когда-либо на шведском языке. Классиком поэзии. И пасмурный Петербург с его жителями, говорившими на десятках языков, и серебряный век русской поэзии сильно повлияли на нее. Не сказать, что детство Эдит было радужным. Для отца Матиаса это был второй брак. В первом браке у него было двое детей, но оба умерли во младенчестве, и первая жена умерла от пневмонии. У матери Эдит, Хелены, тоже была своя грустная история. Она родила ребенка вне брака от русского офицера, ребенок умер, а офицер жениться на ней не стал. И вот после всего этого Матиас и Хелена поженились, и у них родилась Эдит. Но буквально через три месяца после ее рождения в Петербурге началась страшная эпидемия холеры. За все время тогда умерло полторы тысячи человек, включая, например, композитора Петра Чайковского. Дед Эдит, тот самый, у которого был чугунный заводик, купил семье усадьбу в Райвале. Как я сказал, это пригород Петербурга, но уже территория Великого княжества финляндского. Вся семья во время эпидемии переехала туда, и Райвала станет любимым местом Эдит. Она любила тихую корейскую природу, любила животных и любила книги. Она рано научилась читать, дала, например, двум местным петухам имена Аполло и Гарун Аль Рашид. И от постоянных нападений Аль Рашида маленькую Эдит будет защищать кот Коти. Любовь к кошкам останется у Эдит на всю жизнь. В кукол девочка не любила играть, а любимым местом в детстве был для нее зоологический сад в Петербурге. Отец, суть по всему, не принимал большого участия в воспитании дочери. И вообще он был довольно отстраненным человеком. Но вот с матерью у Эдит были очень теплые отношения. Мама всю жизнь будет ее другом, будет первым читателем ее стихов и вообще будет поддерживать дочь во всем. Чтобы единственной дочери не было скучно, она взяла на воспитание еще одну девочку из большой семьи в Райвале. Девочку звали Синга. Но однажды, когда они все вместе были в квартире в Петербурге, Синга сбежала в Райвелу, но до Райвела она не дошла, потому что ее сбил поезд. Тело Синги нашла мать Эдит. Такова жизнь. В 1902 году, когда Эдит было 10 лет, она поступила в Петришуле. Петришуле — это одна из лучших гимназий в Петербурге. Собственно говоря, это была самая первая школа в городе, она открыта была еще при Петре и работает до сих пор. Гимназия была немецкоязычная и располагалась недалеко от Спаса на Крови в районе, который до сих пор называют Лютеранским. Там же в этом районе была Шведская Лютеранская Церковь Святой Екатерины и Финская Лютеранская Церковь Святой Марии. До сих пор один из переулков там называется Шведским. Но жили Сёдор Грана не тут. Они жили на Выборгской стороне, на Сампсоньевском проспекте, недалеко от Финляндского вокзала. Получается, что до усадьбы в Райвале можно было быстро добраться на поезде, а вот чтобы попасть в школу, нужно было перейти либо Литейный, либо Троицкий мост, ну или ехать на Конке, или на Финляндчике. Финляндчики — это так назывались речные трамвайчики, ходившие от Финляндского вокзала по Невее каналам. В Петришуле учились в основном дети немецкой общины. Четверть были русскоязычные дети, которым родители хотели дать качественное образование на немецком языке, а остальные были шведы, финны, датчане и так далее. Разговаривали школьницы между собой на немецком, на французском и на русском языках. Вот, например, имена девочек, которые упоминает Эдит в своем дневнике своих подруг. Вера Гутнер, Вера Дроздова, Милли Хайлман, Салли Райканен, Тайми Суоминин, Тюснельда Томпсон, Антонина Принишникова. Салли Райканен вспоминала, как она заходила в гости к Эдит в Петербурге. На столе стоял самовар, мама Эдит курила папиросы, отец вел бесконечные разговоры, и при этом и мама, и папа Эдит казались Салли сильно старше, чем ее собственные родители. Семья Эдит и семьи ее школьных подруг жили в городе, который был для них одновременно своим и чужим. Многие немцы и финны жили тут поколениями, это был их родной город, но все-таки они не были русскими. А чем дальше, тем больше империя стала строить себя вокруг русской идентичности. И больше всего это начало проявляться при Столыпине, но, впрочем, Петербург был тогда третьим по величине городом Европы. И тут хватало места для всех. У финлянцев, у немцев, у англичан. У всех были свои магазины, свои книжные лавки, церкви, школы. Вообще можно было прожить всю жизнь, вращаясь в своем небольшом комьюнити. Хватало и работы, и развлечений. Известно, что дед Эдит получил русское подданство. Возможно, оно было и у Эдит. В принципе, вообще-то, в то время можно было жить всю жизнь, не получая гражданства и не входя в подданство. Ну, а гражданам Великого княжества Финляндского это было еще проще, чем прочим, в плане налогов и всего такого. Но все равно, каково это, да? Жить в городе, который всегда будет для тебя немного чужим и предназначенным не для тебя, но одновременно другого дома для тебя не будет. Тем более, что во время того, как Эдит учится в школе, вокруг происходят просто сумасшедшие события. На улицах ходят толпы с красными флагами и транспарантами против самодержавия. Проигранная русско-японская война. Появляется Государственная дума, а еще, конечно, в воздухе просто носится ветер Серебряного века. Символисты во главе с Брюсовым и его журналом Весы главные властители дум. На башне Иванова самое золотое время поэтических тусовок. Первые стихи начинают писать Гумилев, Ахматова, Цветаева, Хлебников. Скоро вовсю зашумят футуристы. Сохранился девичий альбом Эдит. Что это такое, я рассказывал в выпуске «Социальные сети в Российской империи». В начале 20 века девичий альбом — это что-то среднее между дамским альбомом пушкинских времен и школьной анкетой с секретиками из нулевых годов 21 века. И вот в этот альбом для Эдит ее подруги вписывали стихи Натсона, Бальмонта, Брюсова и Северянина. Как вы можете заметить, гимназистки Петри Шули прекрасно ориентировались в современной русской поэзии. Еще помимо девичьего альбома сохранился блокнотик Эдит, куда она уже сама вписывала цитаты, которые ей показались важными. Цитаты были на немецком, французском, шведском, русском, английском, итальянском и испанском. Это были цитаты Бадлера, Верлена, Вольтера, Дюма, Рильке, Метерлинка, Ницше, Шопенгауэра и так далее. Цитаты там были вот такие. Например, «Женщины всегда предпочитают брутальных, решительных натур сентиментальным поклонникам». Или «Глупое письмо убивает любовь». Вообще, судя по сохранившимся записям, Эдит такая одновременно романтичная и прагматичная особа. Она отрицает религию, она выступает за рациональность, такая ницшанка, обстоятельства надо преодолевать, стремиться вперед, а привычные морали, догмы пусть горят в огне. На второй год обучения Эдит в школе у ее отца нашли туберкулез. К этому моменту отец с матерью уже не жили вместе, отец потерял работу на лесопилке и, кажется, выпивал. В 1907 году, когда Эдит было 15 лет, отец умер в санатории «Нумелла» на юге Финляндии. И примерно в этом же возрасте Эдит начала писать свои стихи. Прохладу в серой муте ток несет, я мысли стоя на мосту читаю, и сверху долго и тоскливо наблюдаю, холодная нева неспешно вдаль течет. Вообще, кажется, в то время, честно говоря, сложно было встретить гимназистку, которая не писала стихи. Ну, по крайней мере, это совершенно неудивительно. Воздух реально пропитан поэзией. Это буквально самое модное, самое интересное, что происходит прямо сейчас. Мне нравится думать, что этот стих про Неву 15-летняя Эдит написала «Идя из школы домой», смотря на воду с Литейного моста, например. Помимо девичьего альбома и блокнота с волчьими цитатами и мудрыми мыслями, в январе 1907 года Эдит начинает писать свои первые стихи в тетрадке с черной калинкоровой обложкой. Калинкоровая обложка — это такой переплет из клеенчатой ткани. В тетради в этой стихи на четырех языках, но самый первый — на немецком. В стихе от 2 сентября 1908 года она так и написала «Не знаю я, на чьем языке мне писать». Первые стихи были на немецком. Думаю, что, во-первых, Эдит просто много читала по-немецки современную ей поэзию. На шведском языке корпус стихов, конечно, меньше. Ну а модернистских стихов, символизма современных стихов практически вообще не было. Во-вторых, Эдит позже вообще признается, что немецкий — это ее лучший язык. Но вот осенью 1908 года она полностью переключается на шведский, на язык своей матери, и, кажется, это осознанное решение. Осенью 1908 года начался последний год ее обучения в Петришуле, и той осенью Эдит начала чувствовать постоянную усталость и слабость. Ее мучил кашель, и 1 января нового 1909 года ей диагностировали туберкулез — болезнь, от которой полтора года назад умер ее отец. Последний семестр в Петришуле Эдит не закончила, потому что она поехала с мамой в туберкулезный санаторий Нумелла, в тот самый санаторий, в котором полтора года назад умер ее отец. Всего в ее черной калинкоровой тетради 238 стихов, многие из которых не закончены. Она пишет о любви, она описывает природу в Раевале, там есть и рыцарские сюжеты, и гимназистки в образе русалок. Большинство стихов рифмованные и ритмизированные, но есть и верлибры. В общем, видно, что Эдит экспериментирует. Я сказал уже, что в тетради были стихи на четырех языках, но на самом деле на французском там было всего четыре стиха и один только на русском. Этот стих, единственный на русском языке, написан в Раевале летом 1908 года, в то время, когда Эдит еще не знала, что больна. Тихо, тихо, тихо Тайные силы скрылись во мгле. Темная, сочная, липко-густая Кровь полилась. Тени скользят, тени исчезли, Больше уж нет ничего. Пусто и мрачно, В мраке холодном Нет ничего. В темной земле, Напитанной кровью, Кровью густой, Жизнь зарождается, Новая жизнь для разрушения. Силы грядущего В черной земле. Лекарства от туберкулеза тогда еще не нашли. Можно было только увеличивать продолжительность жизни с помощью поддерживающей терапии. От туберкулеза в то время постоянно умирали люди, в том числе и знаменитые. Например, пока Эдит училась в школе, умер от туберкулеза чехов, чьи цитаты можно найти в ее девичьем альбоме. В общем, в 16 лет Эдит Сёдергрант поняла, что больна смертельной болезнью и самая лучшая перспектива, которая у нее есть, постараться прожить как можно дольше на поддерживающей терапии. В санатории был строгий распорядок, большую часть времени больные находились в лежачем положении, подъем и сон по расписанию, курение и алкоголь под запретом. И все окружение это смертельно больны туберкулезом люди, врачи и родственники пациентов. Но зато, с другой стороны, тут Эдит впервые оказалась в одном заведении с мужчинами, в том числе с юношами своего возраста. В гимназиях обучение в Российской империи было раздельным для девочек и мальчиков. И у Эдит до того просто не было возможности так близко общаться с юношами. Мы ничего не знаем о том, нравился ли кто-нибудь Эдит, но знаем по воспоминаниям других больных, которые лечились там в то же время, что пациенты ужасно сплетничали, и слухи про любовные похождения молодых людей возраста Эдит были просто самыми популярными. В июне, через полгода, Эдит выписалась, провела лето в родной Райвале, затем с октября до мая следующего года она опять жила в санатории, осенью 1910-го сдала выпускные экзамены, чтобы получить аттестат, и с января по май 1911-го она опять жила в Нумеле. Ну, то есть, в общей сложности в санатории она провела год и четыре месяца в сумме. И выпускные экзамены, кстати, она сдала не в Петришуле, а в финской гимназии в Гельсингфорсе, в Хельсинки. Ей для этого даже пришлось подтягивать финский язык. Несмотря на то, что она регулярно ездила в Петербург, и у нее там остались школьные подруги, ну и вообще сдавать экзамены знакомым учителям вроде бы комфортнее, чем неизвестно кому, Эдит как будто бы выбирает сепарироваться от Российской империи. Она пишет стихи на родном шведском и сдает экзамены в своей столице, в Гельсингфорсе. Судя по отчетам врачей тогдашних, состояние Эдит было лучше, чем среднее по санаторию, но и улучшения не происходило. Тогда мама Эдит решила, что надо выбрать другое место для лечения, но так как денег у них все-таки было незапредельно много, они выбрали дешевую страну, Швейцарию. В Швейцарии были отличные по тем временам санатории, несмотря на то, что жизнь в этой стране и плата за лечение была довольно низкой. Швейцария это супер дешевая европейская страна. Коровы, горы, озера, пастухи, сыр, часы, кальвинизм, тихие горные задворки Центральной Европы. Так что Эдит с мамой едет в маленький городочек Давос, неизвестный ничем, известный только тем, что он находится на высокогорье и его воздух считается полезным для туберкулезных больных. В Давосе было около 30 туберкулезных санаториев, от крупных, в которых лечилось до 100 пациентов, до совсем маленьких, частных. Многие санатории не предлагали проживания и больные просто жили по всему городу. То есть город Давос был по сути большим таким общеевропейским санаторием. Эдит с мамой поселились в небольшом отеле Майерхоф, и Эдит называла Давос логовом бациллы и гнездом пневмонии. Если в Петербурге Эдит жила в разноязычном сообществе, но все-таки Петербург был городом российским, то вот Давос был совершенно интернациональным. Эдит отправляет отсюда подругам открытки, ходит на соревнования по бабслею, но не участвует, конечно, в них просто смотрит, ходит на разные выставки, еще наблюдает с балкона за демонстрациями социалистов. Еще тогда Эдит решает выучить итальянский и читает божественную комедию в оригинале. Эдит 19 лет. Она молодая девушка, которая болезнь оторвала от подруг, от привычной рутины. Ее будущее туманное, непонятно, и вокруг нее такие же одиночки с чахоточным румянцем на щеках. И все это время она пишет стихи. Тетрадь в черной калинкоровой обложке уже заполнена, но стихи из той тетради Эдит рассматривает как ученические. Тут, в Давосе, она пишет новые стихи. Стихи, которые сделают ее знаменитой. Но это произойдет еще не скоро, и Эдит, мне кажется, не особенно на это рассчитывает. Правая легкая Эдит была совершенно здоровым, и ее врач Людвиг фон Нюральд предложил сделать операцию. Операция тогда считалась новым словом в медицине. Искусственный пневмоторакс. Суть в том, что больное легкое, то есть в случае Эдит левое, уничтожается. В плевральную полость вводится газ, и легкое как бы коллапсирует, сворачивается. Для этого между ребрами втыкают иглу, через которую закачивают газ. Это происходит несколько раз. И, конечно, анестезия тогда уже была, но все равно операция была довольно болезненной. Эдит согласилась и после операции весной 1913 года начала чувствовать себя совсем хорошо. Анализы показывали, что туберкулез ушел, и в мае 1913 года она возвращается домой в Райволу. Ей только требовалось иногда подкачивать газ в плевральную полость, для этого она ездит иногда в финский санаторий Нумелла, где лечилась. И, конечно, когда она ездит, узнает, что многие из ее старых знакомых, которые лечились тут, уже умерли. В марте 1914 года она еще раз посещает Давос, и лечащий врач обследует ее и говорит, что она практически полностью здорова. После всей этой истории Эдит сильно не взлюбила медицинские процедуры. Она вроде бы выздоровела. Она пропустила несколько лет своей юной жизни. Ну, то есть, да, она не совсем пропустила. Она читала книги, ходила на концерты, она познакомилась с людьми со всей Европы в Швейцарии и познакомилась с современным европейским искусством. Но все равно ее школьные подруги были где-то далеко, чем-то уже были заняты, а Эдит только начинает жизнь. Что ей делать в жизни? Но, с другой стороны, если подруги Эдит, да и вообще все окружающие люди имели какие-то планы на дальнейшую жизнь, то очень скоро все эти планы будут в любом случае разрушены. Начинается Первая мировая война. Может, даже и лучше, если у тебя нет планов. Можешь поймать руками звезду, что восходит в вышине, можешь измерить этот полет, не препятствуй восходу ее. Падает пепел на землю с планет незнакомой твоей руки. Странно, горячий пепел с планет в незнакомой руке. Усадьба Седор Гранов в Райвале была довольно большой. Несколько домов, баня, сад. Эдит много фотографирует и себя, и маму с тетей, и отдельно много фотографирует котов, а особенно своего любимца по имени Тотти. Она даже писала ему стихи. Так вдруг негаданно, нежданно хозяйка у колодца встретит своего кота, а кот свою хозяйку. И рады оба, что свел их Бог, и дружба эта длится четырнадцать счастливых зим. Во время войны стало тяжело поддерживать большое хозяйство, и чтобы не греть большой двенадцатикомнатный дом, Эдит с мамой переехали в небольшой. В 1915 году Эдит решилась попробовать напечататься. Сначала она обратилась к лингвисту и преподавателю Хельсинкского университета Хуго Бергроту. Тот посоветовал ей обратиться к поэту, писателю, журналисту и тоже преподавателю Арвиду Мерне. И Мерне и Бергрот поддержали ее и посоветовали обратиться в издательство Хольгера Шильда. Эдит написала главному редактору издательства такое вот письмо. Прежде всего прошу вас проявить благоразумие. Не могу судить сама не слишком ли рано мне дебютировать и буду благодарна вашему совету. Я чувствую себя беспомощной и неопытной в подобных вопросах. Если вы решите возвратить рукописи, то не могли бы вы быть так любезны предупредить меня в закрытом письме. Я волнуюсь и этот шаг сопряжен с риском для моего здоровья. Закрытое письмо, о котором просит Эдит, это обычное письмо в конверте. То есть поэтесса просит сообщить ей об отказе, возможном, не в открытке, то есть не в открытом письме. Главный редактор издательства Рунар Шильд, прочитав стихи Эдит, написал издателю Хольгеру Шильду, своему двоюродному брату, довольно восторженное письмо. Как ты можешь заметить, лучшие из ее стихотворений необычайно сильны и проникновенные. Несмотря на все недостатки, у меня, кажется, все же остается ощущение чего-то абсолютно подлинного, пережитого и выстраданного. Напиши ей об условиях как можно раньше, она, скорее всего, беспокоится. Спустя три месяца после отправки своих стихов Эдит получает ответ. Издательство будет радо напечатать ее сборник в случае, если она откажется от гонорара. Из-за войны цены на все выросли и, кроме того, дебютные поэтические сборники редко окупают себя. Кроме того, издательство попросило прислать новых стихов, если они появились за последние три месяца. Думаю, Эдит была счастлива. На дворе 1915 год. Ты искал цветок, а нашел плод. Ты искал родник, а нашел море. Ты искал женщину, а нашел душу. Ты разочарован. Сегодня стихи из этой первой книги являются абсолютной классикой поэзии. Сборник, который назывался просто «Стихотворение», был издан тиражом в 500 экземпляров. Несмотря на радость держать в собственных руках книгу, Эдит чувствовала и разочарование, потому что в книге было множество опечаток, издательство из экономии не имело корректора. Тем не менее, про сборник этот написали несколько рецензий, причем отмечалось, что на шведском языке такого еще не писали. Ее сравнивали и с модернистскими норвежскими поэмами, и с символистами. Сама Эдит получила десятки писем. Все это вообще-то для дебютного сборника стихов, изданных в Хельсинки во время войны довольно неплохо. Тут еще важно вот что. Модернистская поэзия развивается чрезвычайно бурно. Символизм, который зародился во Франции в 19 веке, дал такой сильный толчок, что вот сейчас уже в десятых годах есть куча поэтических направлений и во Франции, и в Германии, и в России, и в Италии. Уже футуристы вовсю отвергают символистов и выбрасывают их с пароходов современности. Но на шведском языке пока что очень мало даже просто символистов. И, конечно, те, кто говорит по-шведски и интересуется поэзией, читают эти модернистские стихи на немецком, на французском, на русском языках, и они готовы уже читать и на шведском, только на шведском почти ничего нет. В нулевых был небольшой поэтический кружок в университете в Упселе, и они называли себя Les Quatre Diables, но почти все они уже отошли от поэзии, занимались преподаванием и прозой. Так что земля была пустая и бесплодна и жаждала стихов Эдит. И Эдит, к тому же, сложно считать символисткой, она уже далеко впереди. В общем, ей даже не пришлось совершать революцию. Ее ждали, эту революцию. Ну, не все, конечно, ждали, потому что рядовому читателю все это было непонятно. Типа, где тут рифма? Почему это вообще называют стихами? Мой ребенок может писать не хуже? В общем, вот это вот все, что вы можете легко себе представить. Кроме того, основная аудитория стихов Эдит все-таки находилась в Швеции. Ельсингфорс, Хельсинки, конечно, важная культурная точка на карте для шведского языка, но все-таки дебютный сборник долго добирался через Балтику. Рецензия на эту книгу из Швеции была всего лишь одна. Чего бояться мне? Я дочь вселенной, частица малая ее великой силы, мир одинокий в сонмище миров, звезда как точка окончания жизни. О, счастье, жить, дышать и понимать, как ледяное время бьется в жилах, и слушать ночь течения ее, стоять и петь под солнцем на горе. Книга Эдит легла на полки магазинов в 1916 году. Еще через год в Петербурге произошла революция. И в Райвале она явно чувствовалась очень сильно, потому что это буквально пригород. К Эдит приехали пожить ее подруги из Петри Шули и соображения безопасности. В ее альбоме появляется множество записей на немецком и русском языках, видимо ее посещает много знакомых, Карельские дачи и вообще Финляндия стали тогда пристанищем для людей, которые боялись беспорядков. Но в апреле 1917 года казалось, все драматические события уже прошли. Эдит съездила в Петербург на церемонию прощания с убитыми героями революции, их хоронили на Марсовом поле и писала в письме другу «Ужасно интересное время для того, чтобы жить». Эдит не знала, что она в последний раз видит улицы Петрограда, Неву и мосты. Уже в мае к Эдит вернулась болезнь. У нее началось острое кровотечение из легких, но она выкарабкалась. Из-за революции деньги стали заканчиваться. В сентябре Эдит поехала в Гельсингфорс. Великое княжество Финляндское тоже уже лихорадило, но она едет не для того, чтобы посмотреть на демонстрации, а по литературным делам. И она уже встречается с множеством людей, начиная со своего издателя и заканчивая знакомыми из санатория Нумелла. Писатель Ярл Хэмер, который опубликовался впервые за пару лет до Эдит, так описывал разговоры с ней. Это была дикая игра в прятки, полная парадоксов и нелепостей. Если кто-то говорил что-то здравомыслящее, она смеялась и переворачивала весь разговор с ног на голову. Снова и снова она прерывала разговор вопросом «Скажите, как вы думаете, буду ли я счастлива?» Вообще, в те дни она на многих произвела сильное впечатление. Кажется, вот она, восходящая звезда, и впереди будут и новые книги, и письма поклонников. Но в ноябре в Петербурге пришел к власти Ленин. В декабре Финляндия провозгласила независимость. И в Финляндии, как и в России, через некоторое время началась гражданская война. Отряды Красной Гвардии, про которые я рассказывал в прошлом выпуске, начали бороться за власть с гражданской стражей. И восток страны, где жила Эдит, дольше всего находился под контролем красных. Через границу от большевиков на помощь шли поезда с оружием и солдатами. В мае 1918 года финские красные проиграли и бежали в Россию. И с этого момента граница закрылась насовсем, а она проходила в 20 километрах от дома Эдит. Мать в течение всего этого времени продавала частями землю их усадьбы. В 1918 году летом Эдит получил от издательства предложение напечатать второй сборник. И на этот раз ей даже заплатили гонорар 500 марок. Сложно посчитать, сколько это сегодня, но примерно около 200 евро. Ну, то есть не очень много. Этот сборник получил название Сентябрьская лира. Сама Эдит писала про него, что эта книга предназначена не для широкой публики и даже вряд ли для высоких интеллектуальных кругов. Она лишь для тех немногих, кто стоит ближе всего границы будущего. В этой книге уже чувствуется даже и футуризм. Не такой, как у Маяковского с его воспеванием, технологией, а скорее со взглядом городского человека на природу. Книга спровоцировала даже большую дискуссию в местных газетах. Потом в 19-м году почти сразу вышел третий сборник, но вот этот период 18-19-го годов так и остался самым продуктивным в жизни Эдит. В 1920-м году она заболела испанкой, эпидемия которой бушевала тогда в мире. Односельчанин Сёдор Гранов застрелил любимого кота Эдит Тотти и Эдит страшно горевала. Она писала подруге «Я не могу чувствовать себя счастливой и не позволила бы себе, даже если бы могла. Наша любовь к Тотти теперь бездомна. Она не знает, куда ей деться». Эдит оправилась от испанки, но с 1914-го года она не любила докторов и избегала медицинских процедур. Она отходит от своего низшанства, ищет поддержки в Библии и в учении Рудольфа Штайнера. С деньгами было совсем плохо, но однажды Эдит неожиданно получила анонимное пожертвование в 2000 марок, а потом еще 1000 марок за разрешение перевести стихи на норвежский язык. Но после испанки здоровье Эдит все ухудшалось. Ей было тяжело дышать, приступы одышки становились все более длительными, у нее быстро кончались силы, и к тому же у Эдит было только одно легкое. Денег не было, поехать в Европу или даже в санаторий не было никакой возможности, Эдит активно переписывалась с друзьями, они ее навещали в Райвале, и друзьям казалось, что, несмотря на недомогание, никаких угроз жизни нет. 24 июня 1923 года Эдит умерла. Ей был 31 год. Ее похоронили в Райвале, поставив на могиле небольшой деревянный крест. На похороны пришло человек 30 соседей, и мама Эдит угостила их кофе с булочками. После смерти ее довольно быстро забыли. Поэтесса из глухого угла Финляндии с тремя опубликованными сборниками. Точнее, даже с четырьмя друзья с помощью мамы Эдит собрали неопубликованные стихи ее, и в 1925 году вышел еще один посмертный сборник «Страна, которой нет». А еще мама сохранила ту самую первую черную калинкоровую тетрадь, в которой Эдит писала свои первые стихи. И стихи оттуда тоже были опубликованы, но позже. Чем больше проходило лет со смерти Эдит, тем более и более знаменитой она становилась. Пока не стала фактически иконой модернистской поэзии, ее матерью. В 1933 году Ассоциация шведских писателей Финляндии установила Стеллу в честь Эдит в Райвале. Но после нападения СССР на Финляндию в результате начавшейся финской войны усадьба Сёдор Гранов была полностью сожжена. Мать Эдит была вынуждена под конец жизни уехать из своего дома, чтобы больше никогда туда не вернуться. А могила Эдит утеряна. После войны эта территория отошла к Советскому Союзу и Райвала превратилась в Рощина. Сейчас ничего в ней не напоминает о финляндском прошлом. Пятиэтажки, гаражи, школы, частный сектор. В 1960 году на примерном месте захоронения Ассоциация шведских писателей Финляндии поставила новую Стеллу на берегу Рощинского озера. А в 1992 году неподалеку от Стеллы установлен памятник любимому коту Эдит по имени Тотти. И там сделана надпись на русском языке «Не все существа созданы для того, чтобы их так любили». Заходите посмотреть на них. «Мне снится озеро и изумрудный берег, и заросли ольхи на склоне, верес, и шелест волн, песок, камыш, репейник, и папоротник, сосны, можжевельник, ельник, и солнце, поле дальнее, вербейник, и камни, утки, лодки, рак-отшельник, и цвет морожки белой в глубине низины». КОНЕЦ С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили фактчек Александра Петухова, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлией Стреколовской и отдельно я благодарю за подготовку этого выпуска Юси Палмана и Ольгу Алексееву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова